Коронавирус среди звезд. В СМИ появилось видео с юбилея сестры Игоря Крутого. На празднике были многие известные представители шоу-бизнеса. Лев Лещенко и Игорь Николаев позже попали в больницу в Коммунарке. У Лещенко уже диагностировали коронавирус. На вечеринке был и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В тусовке шоу-бизнеса переполох. Это цитата Ксении Собчак. В СМИ появилось видео с вечеринки в честь юбилея сестры Игоря Крутого Аллы. На празднике были Лев Лещенко и Игорь Николаев, которые позже попали в больницу в Коммунарке. Помимо них было много российских звезд, а также пресс-секретарь президента Дмитрия Песков. Продолжит Лейла Якимычева. Видеоролики, который появился сначала в телеграм-каналах, а потом разошелся по СМИ, можно увидеть Леонтьева, Баскова, Винокура, Газманова, Розенбаума, Серову, Аллегрову, Алсу и других звезд. Многие из них в кадре общаются с Игорем Крутым, хозяином вечеринки в честь юбилея его сестры Аллы. Гости обнимаются и целуются. Праздник состоялся 13 марта, а 24-го Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Позже у него обнаружили коронавирус. Через пару дней в больницу попал Игорь Николаев с подозрением на ковид-19. Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» написала «В тусовке шоу-биза переполох. Все позаражались от Лещенко». Так это или нет, покажет время. Со дня вечеринки прошло две недели, и если кто-то еще попадет в больницу, об этом, скорее всего, станет известно. Народный артист Владимир Винокур сказал нам, что чувствует себя прекрасно, и не захотел говорить о Лещенко. Главное врать в больницу, вот ему и звоните. Предприняли ли вы что-то? Да, предпринял, я не хожу в эту больницу. Делали ли вы тесты или, может быть... Да все нормально, но как вы думаете? Заглянул на огонек юбилея Аллы Крутой и пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков во время традиционного конференц-кола журналистами ответил на вопрос о той вечеринке. Появились сообщения, что вы присутствовали на дне рождения Аллы Крутой, где находился Лев Лещенко, и, как мы знаем, у него выявили коронавирус. И вот мы хотели уточнить, действительно ли вы присутствовали на этом мероприятии или нет? Да, я туда заезжал, Лещенко не видел, видимо, он, наверное, уже ушел. Но, собственно, уже тогда особо никто и за руку не здоровался и так далее. Дмитрий Песков не уточнил, принял ли он какие-то меры лично после того, как узнал о заболевшем Лещенко, но подтвердил, что в администрации президента выявлен случай коронавируса и заверил, что президента оберегают. Впрочем, 78-летний Лев Лещенко присутствовал не только на вечеринке Крутого. В тот же день в Театре Российской Армии отмечали 60-летие отряда космонавтов, где были прославлены ветераны космоса. Дженебеков, Савиных, Волков. Лев Валерьянович спел на концерте две песни, одну из которых «Надежду», вместе с ансамблем имени Александрова. Он также приходил в студию Андрея Малахова, чтобы участвовать в съемках передачи о Валентине Толкуновой. В эфир она вышла 21 марта. Помимо Лещенко, там были Хазанов, Укупник, Лариса Рубальская и Ангелина Вовк. МК пишет, что Рубальская сдала тест на коронавирус. Он был отрицательный. СМИ перечисляют звезд, которые общались с Лещенко. Среди них оказался продюсер Евгений Пригожин, но он сказал «Бизнес.ФМ», что ни разу не пересекался с народным артистом. Мы были на одном мероприятии, но мы с ним не виделись. Это мероприятие было в Театре Российской Армии. С Игорем Николаевым мы виделись 8 марта на концерте Валентина Юдашкина. Сегодня у нас на дворе 27 марта. Если бы что-то было, наверное, уже бы проявилось. Мы, безусловно, самоизолировались. Кроме, у нас есть проект «Маски», Валерия в жюри, куда она выезжает. Здесь очень строго все, ограниченное количество людей. Никаких встреч, никаких посиделок. Даже мы с детьми не встречаемся. Мы к маме не ходим. Вот у меня 2 апреля будет день рождения. 17 апреля будет день рождения у Валерии. Мы никаких гулянок устраивать не будем. Можно выпить, в принципе, в онлайне. Собрать всех, выйти в онлайн и сказать, дорогие друзья, выпиваю за свой день рождения вместе с вами. Скорее всего, Лев Лещенко привез коронавирус с американских гастролей. В пятницу стало известно, что COVID-19 подтвердился у артиста, который, напротив, гастролировал в России. В Берлине госпитализирован солист группы «Рамштайн» Тиль Линдеман. В середине марта он выступал в Москве, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.